Вот о чём будем разговаривать. Появился проект, появился силами неравнодушных журналистов, который называется «Они сейчас там». Сейчас я вам ссылочку на этот проект в чат пришлю и расскажу, в чём его суть. Это интервью с родственниками, родителями, девушками, внуками, в смысле бабушками, матерями, сёстрами, тех, кто находится в Украине, российских солдат, которые оказались в плену, которые погибли. Ситуация, по которой неизвестно, это проект, который делает их, наверное, чуть больше людьми для нас или нет. Вот сейчас об этом с журналистом Пашем Меркуловым и поговорим. Паш, привет! Паш, привет! Алло, алло, алло! Попробуй с нами поговорить. Нет, мы тебя не слышим. Пока, подожди, сейчас попробуем настроить. Вот, теперь, кажется, настроить получилось у тебя. Да, да, ну, во-первых, спасибо за проект. Мне кажется, что он с точки зрения, знаешь, фиксации всего происходящего достаточно полезный, с точки зрения изучения такого общественного мнения, изменений его тоже. Но вот какой вопрос, я вижу, что он вам прилетает, и это вполне себе очевидно почему. Ну, камон, вы же очеловечиваете убийц. Вы делаете их теплыми, вы делаете их людьми, вы, скажем, оправдываете их вторжение, совершенно незаконное в Украину. Да, такой вопрос прилетает. И да, часть людей, которые находятся там, часть российских военнослужащих – это преступники. Это так. Но мы не можем расчеловечивать людей с другой стороны. Расчеловечивание – это то, благодаря чему вся эта война случилась. Давайте мы будем называть украинцев хохлами, укропами, укронацистами, расчеловечивать их. Они нас будут называть москалями-кацапами. Это, конечно, приведет к тому, что война закончится. А какая цель? Вот вы как ставите перед собой цель этого проекта? Он должен что сделать? Ну, смотрите, у нас есть большое количество людей, которые живут в каком-то прекрасном иллюзорном мире, в котором война – это не война, а спецоперация, в котором наши героические войска героически что-то захватывают и освобождают несчастных украинцев от нацизма, и в котором все потери, которые есть – это героика. Вот знаете, есть много пабликов, где собираются некрологи погибших, и вот они все написаны под одну, как бы под один шаблон, что человек героически погиб, защищая свою родину, там, ну вот эта вся билиберда. И вот этот нарратив, его очень хочется сломать, потому что, как бы мы ни относились к российским солдатам, когда мы разговариваем с их родственниками, вот там этой героики вообще нет. Люди не повторяют эти шаблонные фразы, они сталкиваются с горем, они не понимают, что делать. Они, на самом деле, да почти никто не понимает, из-за чего их родственник погиб. И мне кажется, очень важно показать, какую катастрофу эта война, в том числе и в российский, всем ей принесла. Я вчера читал историю Самарского как раз парня, но и его девушки. Мы не так давно говорили о похоронах именно этого парня, который был программистом, учился в Павловском государственном Самарском колледже, на программиста, потом у него стал, перед ним стал выбор идти на контракт на два года или срочником на год, и он вот сделал выбор, кажется неправильный, сделал выбор пойти на контракт и, в общем, в декабре пошел на контракт, а в апреле уже погиб. И тут я читаю историю со стороны девушки, эту же историю, про которую мы рассказывали там какое-то время назад, и для меня это было потрясением. Потрясением в том смысле, что, ну, она же прямо позиционерка, позиционерка, мы-то привыкли к тому, что родственники погибших молчат или оправдывают... Тем самым героизмом, да, оправдывают их смерть. Да, а тут вдруг, тут вдруг она заявляет, что я против этой специальной военной операции, наши власти творят фигню, и вообще я не знаю, как жить в России при такой власти и хочу отсюда уехать. Это действительно какое-то изменение, или просто мы раньше только другие точки зрения слышали? Я не вижу здесь какой-то динамики, которая говорила бы об изменениях. Я здесь вижу, может быть, первого человека из более юного поколения, у которого... Вы ругаетесь, да? Можно? Можно, у нас все можно. Хорошо. У которого мозги не засраны, который как-то адекватно картинку мира себе может воспринять. Потому что... Ну, то, что вы говорите, да, то, что там родственники пытаются героизировать, или то, что они, ну, не знаю, не адресуют вот эту свою боль причине этой боли, да? Ребята, типа, а почему мой сын оказался на войне? Это же, ну, тоже понятная история. Люди потеряли своего близкого. Им... Это одна из самых страшных травм вообще в жизни человека, который может произойти. Им ее как-то надо обосновать. Вы знаете, как... Ну, мне кажется, ужасно... Невыносимо жить с мыслью, что твой ребенок ни за что погиб. Поэтому, ну, конечно, ты будешь себе придумывать какое-то объяснение. Тем более у тебя такой удобный нарратив есть, да? Который тебе всячески предлагает официальная повестка. То, что родственники не говорят... Они ведь еще очень многие, ну, боятся. Они не хотят идти против... Ну, против вот этой самой официальной повестки. Там, между слов, есть вот это непонимание, что происходит. Это было в материале Володи Северновского про погибших ребят в Дагестане, когда на камеру они рассказывают, да, конечно, он героически погиб. Но потом, когда камера уходит в сторону, да, когда они выходят из объектива, там же начинаются эти вопросы. А что? А зачем? Ну, конечно, не все. Если вспомнишь того самого Дмитрия Шкребца, который стал, мне кажется, таким портретом отца погибшего срочника, то мы увидим там вообще метаморфозы и прямо преобразования. От человека, который говорил, что вообще-то я прям рад, что эта война случилась, и вы, украинцы, заслуживаете этого, до человека, который говорит, нам все врут, эта война была ошибкой, и люди не должны умирать. Поэтому я-то как раз вот это вот изменение тут наблюдаю. Ну, видимо, оно точно. Я-то как раз надеялся, да, еще в начале войны мы говорили о том, что, ну, сейчас, конечно, они, видимо, не понимают, потому что поражен мозг пропаганды. Но когда начнут приходить похоронки, и уж тем более, когда начнут приходить гробы, уж тогда-то они, наверное, поймут. И тут мы видим, что гробы стали приходить тысячами, а они так и не понимают. Для меня это было удивительно. Ну, и поэтому, тем более, для меня было удивительно вот прочитать этот материал, где видно, что кто-то все-таки, кажется, начинает что-то понимать и понимать правильно. Ну, да, но там еще, знаете, обратная история есть, когда приходят гробы в небольшие города или села, и это вызывает как будто обратную реакцию, что, о, нашего друга убили, сейчас мы пойдем за него мстить. Вот эта спираль насилия, она здесь начинает раскручиваться дальше. Да, ну и хотела про сам проект немножко поговорить. Скажи, это большая команда? Кто работает над ним? Что это за журналисты? Команда небольшая. Я бы сказал, что она, ее количество, это переменная величина. Мы работаем с журналистами из разных изданий. Мы, на самом деле, открыты к контактам с любыми ребятами, которые готовы работать в этой теме. Сейчас у нас коллектив из шести, шести, слышь, семи людей, которые находятся в разных регионах России, которые подключаются по мере того, как мы находим контакты родственников, которые готовы говорить, которые готовы рассказывать свою историю. Ну, вот как-то так. А можешь сказать, какой процент родственников, которые готовы говорить? Это ведь тоже, ну, мы уже обсуждали, что это отдельная тема неготовности выносить этого, и страх как выносить вообще все сложности и все конфликтные стороны, связанные с войной. Ну, я... Вот в проценте очень сложно сказать, но, наверное, процентов 10 идут на контакт, так или иначе. И из них, может быть, еще, ну, пара процентов тех, кто согласны рассказывать эти истории. И это тоже понятно, потому что с родственниками работают и Минобороны, и ФСБ, особенно, если это касается срочников. Так как по срочникам, которые попали в Украину, есть уголовные дела, ФСБ всячески ограничивает контакты родственников и не дает им делиться информацией. То есть вот те истории, которые у нас есть, это только часть там, где люди согласились говорить и согласились на то, что это будет опубликовано. Кроме этого, есть куча историй, просто которые мы знаем, где родственники боятся, не хотят рассказывать, хотя там тоже, в общем, абсолютно душераздирающие сюжеты. Подожди, но чем можно угрожать человеку, у которого погиб ребенок? И угрожают ли, или, может, например, подкупают? Как они с ними работают? Я не знаю, как они с ними работают. Вот в тот момент, когда у нас есть контакт, и он делится информацией, а потом что-то происходит, и резко этот контакт обрубается, мы понимаем, что да, произошла какая-то работа. Какие оперативные методы использует наш ФСБ, подкуп, шантаж, постель, в данном случае мы уже не знаем, но, ну, Господи, как они работают? Они запугивают. Ну, ребята, а почему почему у нас сотни тысяч не выходят на улицу? Ну, потому что это запугивание, это опасение уголовных статей, это страх потерять компенсацию. Я не знаю, как они это делают, но они это делают. Ну, это вот то, о чем начала говорить Даша, и меня тоже это очень сильно волнует. Когда ты выходишь на митинг, тебе есть что терять. Когда у тебя уже убили сына или мужа, то терять кажется уже, ну, блин, когда у тебя ребенка отняли, у тебя отняли жизнь ребенка. Что уже там терять, чем можно запугать, для меня это тоже непонятно. У меня нету здесь ответа. Я очень хотел бы его когда-нибудь получить и понять. Ну, то есть эмпатически я, наверное, могу понять этих людей. У них, ну, да, погиб ребенок, у них есть еще дети, у них есть какая-то ответственность. Но вот с точки зрения моральных категорий для меня это тоже, конечно, дикость. Мы знаем за все время этой войны историю, наверное, ну, только одну историю, когда матери пытались добиться чего-то активными действиями. Она была в самом начале войны. Ну, помните, наверное. А какую конкретную историю ты имеешь в виду? По-моему, по-моему, это тоже была Бурятия, когда матери погибших или пленных ребят выходили и перекрывали трассу или выходили к областной администрации. Ну, то есть все, все, что кроме этого, это, ну, такие действия по линии скорее правозащитников и Минобороны. Вот активных, активных каких-то протестных действий и привлечения внимания на это, к сожалению, способны единицы. Да. Спасибо, Паш, за проект. Ссылку на проект я скинула в чат, и мы еще опубликуем ее в описании к этому видео. Да, у нас в чате пишут «Павел, больше всех надо, смотрю». Я думал, что он из таких дел. В связи с этим вопрос. А остальные ваши проекты продолжают жить или вы сейчас полностью на этот переключились? Они продолжают жить, да. Больше всех надо продолжать выходить. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, колокольчики, ну, вы знаете, что делать. Отлично. В общем, да, ссылочка на проект в чате. Заходите, читайте. Мне кажется, это важным и интересным для того, чтобы лучше понять, что там происходит, в том числе в головах у родственников и у самих солдат. Мне кажется, вот этот проект, он и есть ответы на все эти вопросы, которые мы тут на троих друг другу задаем. И, наверное, вот читая, как люди это для себя видят, можно некоторые ответы для себя получить. Поэтому вам большое спасибо за проект. Спасибо большое за то, что этим ранним утром к нам подключился, с нами поговорил. Приходи еще. Да, спасибо вам. Пока. Пока.